Почему вы решили заниматься этой деятельностью? Потому что больше некому, никто не хочет этим заниматься. Поэтому сам люблю животных. А можно про порядок отловки? Нам звонят с администрации, присылают нам либо по факсу, либо в электронной форме заявку. На основании этой заявки мы выписываем документы, с которыми едут ловцы ловить собаку. Ловим препаратами, собака засыпает на 30 минут, потом ее привозим сюда. После того, как собака поймана, пишутся дальше документы, как собака поступила, осмотр, ветеринар также все записывает. В журнал она также записывает собак, такая-то, такая-то, ухо такой-то, хвост такой-то, все поступили, все. Ну, как правило, собаки остаются чаще всего у нас или мы их пристраиваем куда-то. Будете ли каких-то животных умешлять? Если ветеринар после осмотра скажет, что у собаки бешенство или какие-то болезни, что ее лучше усыпить, то придется усыплять. Давайте вернемся к прошлому отловку. Хозяева звонили вам? Хозяева звонили, да. В какой день, там были случаи, допустим, там вчера вы ловили, не ловили в том-то районе или у того-то дома. То есть мы, если мы не ловили, мы людям и говорили, что нет такой собаки. Если ее действительно не было, мы говорили нет. Если бы собака у нас была, мы бы сказали, да, подъезжайте, посмотрите, по приметам собака подходит под вашу, возможно, это ваше. То есть человек может приехать, если мы поймали его собаку действительно, он может ее забрать обратно домой. Было бы, наверное, эффективнее, да, если бы сотрудничали с зоозащитными организациями, которые имеют опыт пристройства собака? Мы всегда за то, что делается на благо всем, и людям, и собакам, и животным, всем в частности. В городе все-таки много хозяйских собак, да, которые находятся на так называемом самовыгле. Я думаю, что они нам встречались, да? Не единожды, не единожды. Собачку они потом сбиваются в стае и становятся агрессивными. То есть вот проблема бездомных животных, вот этих ста, она в том числе и в неответственном, безответственном отношении хозяина к собаке? Вот как вы думаете? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Я думаю, что сейчас, когда закончится дачный сезон, проблема у нас опять будет очень острая. Почему? Потому что люди собак почему-то считают, что на дачу они с собой взяли, поигрались дети или они с ними, и потом, когда они уезжают домой, они их оставляют. Нужны нам правила содержания в городе? Конечно, безусловно, они нам нужны. Зачем далеко ходить? В том году, пример, как бы, я думаю, и вы даже о нем знаете, нашли собак в помойке. Дети гуляли во дворе, услышали писк собак, заглянули в помойку, там было, я не помню сейчас уже точно, сколько, порядка, по-моему, восьми щенков. Ну вот отношение все людей к собакам. Чем поднимите? Продолжение следует...